Купальный сезон в Приморье в этом году проходит с переменным успехом. Пасмурное и никак не начинающееся лето, конечно, тоже причина. Однако в минувшие выходные летний настрой отдыхающих гораздо больше омрачила трагедия в бухте Лазурная. Три человека утонули за полтора часа. Это случилось ближе к вечеру, как раз во время так называемого тягуна. Периода времени, когда прибрежные течения из-за отлива усиливаются и могут утащить в море даже умелых пловцов. Этот случай привлек внимание приморского МЧС. На пресс-конференции по поводу несчастного случая на Шамаре и не только высказался сотрудник ведомства Леонид Маковецкий. Начал он, как водится, с печальной статистикой по летнему сезону. На сегодняшний день, к сожалению, погибло 12 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем жителям, гостям. Солнышко выглядывает, большая влажность, высокая температура. И, как показывает нам, нам потом поступают субмедэкспертизы. Сведения практически 90% – это алкогольное пенение. Не только о причинах утопления рассказали эксперты по спасению жизни. В ходе конференции одной из ключевых тем стала безопасность детского отдыха. Свою роль сыграли недавние события в Хабаровском крае, где сгорел палаточный городок Халдами, а также отравление детей в лагерях Приморья. Что касается палаточных городков, особенно связанных с детским отдыхом, здесь, что нашим министерством, что министерством других и ведомства, также прокуратуры, было принято решение по всей Российской Федерации. И на сегодняшний день ведется комплексные проверки именно всех детских оздоровительных лагерей. С прошлой недели на особом контроле Приморского МЧС шесть палаточных лагерей. Кроме того, администрация Приморья и лично глава региона пообещали, что на следующий год в бюджете Приморья для приморских муниципалитетов будут предусмотрены субсидии на строительство новых корпусов в детских оздоровительных лагерях. Еще одной проблемой этого лета, по словам инспектора ГИМС, стали гидроциклы. Они являются на сегодняшний день для нас, для Приморского края основными нарушителями плавания на маломерных судах. Ну и естественно, они вызывают большое недовольство. К сожалению, это недовольство выявляется в том, что заходят на пляжи, покрасоваться. Тем не менее, при каких-либо волновой нагрузке на пляже очень тяжело заметить купающегося человека именно с гидроцикла, потому что он тоже на низкой посадке находится. Кроме гидроцикла, спикер упомянул еще ряд ключевых проблем, осложняющих отдых приморцам. В их числе недостаток спасателей, а также нерациональное отношение горожан к своим местам отдыха. По словам Леонида Маковецкого, это особенно актуально для Владивостока. Здесь часто любят купаться в тех местах, где это официально запрещено. В целом же край готов к пляжному сезону. Вчера буквально у нас в Уссурийске было совещание со всеми главами муниципальных образований. Там также эти все вопросы обсуждались, поднимались, принято на уровне субъекта. По озвученной спикером статистики, сегодня из 84 пляжей в Приморье пригодны к эксплуатации в рамках летнего сезона 65. Что касается детского отдыха, открыто всего 10 лагерей из 17. Речь идет, конечно, о тех, что находятся вблизи водоемов. Достаточно ли принятых МЧС мер для улучшения ситуации и безопасного отдыха, узнаем после закрытия сезона. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.